Здравствуйте, уважаемые зрители! В 17 часов 30 минут московское время начинаем наш внутренний анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, Веселим Питков. Видишь ваши плюсики, понимаю, что все нормально с трансляцией. Добрый вечер, Шевченко Станислав. Начинаем тогда с просмотра макростатистических индикаторов. Для этого открываем наш Forex календарь и давайте вспомним, посмотрим, какие события, что должно было бы опубликоваться, что должно было бы произойти после нашего последнего аналитического обзора. То есть, сегодня четверг, смотрим данные, которые были опубликованы в среду. Мы рассмотрели слабый торговый баланс по Канаде, увидели, что и по США он был практически слабее предыдущего. ИВИ-индикатор по Канаде вышел достаточно хорошим. 18.00 по московскому времени 55.4. Это выше предыдущего значения. Извиняюсь, выше ожиданий, но ниже предыдущего значения. Но в целом, если мы посмотрим на гистограмму, можно сказать, что это в долгосрочной перспективе не может сильно повлиять на канадский доллар, имея в виду в положительную сторону. Так как этот индикатор хороший, мы говорим о положительном влиянии, но рассматривая гистограмму, мы видим, что все-таки, где у нас индикатор ИВИ, что все-таки это значение ниже предыдущих вот этих максимумов, ниже вот этих значений, которые были около 56 в 2014, в начале 2014 года. Так что я не могу сказать, что это так сильно повлияет сейчас на канадский доллар, учитывая, что даже раньше, несколько лет назад, у нас столбики были намного выше. Не думаю, что при ужесточении монетарной политики в США это так сильно может положительно повлиять на канадский доллар против американского. Конечно, это лично мое мнение. Как мы вчера говорили, минутки являются очень важным документом, очень важным событием для дальнейшего развития на валютном рынке в ближайшее время. Лично, по моему мнению, я рассматривал и вчера вечером, и сегодня читал эти минутки детально. Они достаточно позитивные, все практически по плану. Самое важное хочу озвучить, что представители ФРС хотят указать, что в дальнейшем шаги по повышению процентных ставок будут зависеть от экономических показателей, от роста ВВП, от рынка труда и, конечно, от инфляции. Несколько представителей ФРС сказали, что в ближайшее время инфляция ожидается на более низких уровнях по сравнению с сентябрьскими прогнозами. Почему? Потому что цены на энергосители снижаются, это практически давит на инфляцию, и поэтому представители ФРС сказали, что они в основном будут рассматривать не Consumer Price Index, а Core Consumer Price Index, то есть индекс потребительских цен без учета цен на энергоносители. То есть они теоретически рассматривают такую возможность, что в дальнейшем при ужесточении монетарной политики в основном они будут обращать внимание на этот индикатор по инфляции, а не на индикатор потребительских цен. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Следующее, что хочу добавить, то, что очень важно, в основном все остается по-прежнему. Большинство участников финансового рынка, первичных дилеров тоже, которые размещают, совершают вот эти операции на открытом рынке, ожидают, что первое повышение процентных ставок в США произойдет в середине 2015 года, то есть либо там в июне, в июле, августе, где-то там никаких изменений нет за последнее время. Единственное, что подчеркнули несколько представителей ФРС, что не нужно обращать внимание на, то есть не нужно обращать очень большое внимание на первое повышение процентных ставок, потому что и в дальнейшем ставки будут оставляться на низких уровнях по сравнению с историческими стоимостями процентных ставок, то есть долгосрочная процентная ставка, которая ожидается, что будет на уровнях от 3,5 до 4, например, грубо говоря, по сравнению с предыдущими годами после других кризисов. Все-таки это достаточно низкая ставка, то есть в целом монетарная политика останется достаточно комфортной. Они сказали, что нужно обратить внимание на процесс повышения процентных ставок, то есть насколько быстро будут они повышать процентную ставку, а не на первую дату повышения ставок. То есть не важно, если это будет в июне, в июле, в августе, важно, какими темпами они будут в дальнейшем повышать процентные ставки. В двух словах, по моему мнению, минутки достаточно позитивные для доллара. То есть позитив, он накапливается. Видно, что в минутках позитив накапливается. Причин для некого разворота существенного против американского доллара в ближайшее время, по моему мнению, по основным валютным парам нет. Следующие индикаторы. Утром было упубликовано разрешение на строительство по Австралии. Действительно, очень мощное число. Ожидалось практически снижение, а у нас по факту существенный рост разрешения на строительство. Конечно, это оказало поддержку австралийскому доллару. Он немножечко откатился вверх. Большинство из вас, наверное, это увидели. Но, конечно, если мы посмотрим на график, то есть на пару австралийский доллар-доллар, мы должны учитывать, что этот эффект имеет некое такое краткосрочное значение, где у нас... То есть вот здесь был упубликован индикатор. Вот здесь практически рост на 30, там или на 40 пипсов. Он был кратковременным, краткосрочным, потом практически на несколько раз пара снижалась до исходных уровней. То есть понятно, что исходя из этого, что мы увидим на этом графике, второстепенные индикаторы не только по австралийцу, но и по другим валютам приносят всего лишь краткосрочный такой эффект, краткосрочную поддержку, которая в течение дня, в течение нескольких часов или если чуть дольше, в течение двух дней, она практически исчезает. Производственные заказы по Германии были плохими и в месячном, и в годовом выражении. То есть видно, что причин для некого существенного роста по европейской валюте на фоне индикаторов нет. Разносторонние индикаторы по Британии, второстепенный индикатор. Идем дальше. Розничные продажи по Европе, они действительно выросли на этот раз существенно. И видно, что в годовом выражении сохраняем предыдущие темпы, но производственная инфляция снижается. То есть в целом эти индикаторы, скорее всего, носят некий маленький позитив. Почему? Потому что понятно, что инфляция снижается, тут никакого сюрприза нет, но хорошо, что потребление увеличивается. Если мы посмотрим и другие индикаторы, они тоже такие разнонаправленные. По моему мнению, именно эти индикаторы не очень важны. Мы вчера сказали, что в основном ключевое событие для европейской валюты была инфляция, которая была опубликована вчера в 13.00 по московскому времени. До заседания Европейского Центрального Банка, то есть до 22 января, в календаре я не увидел каких-либо важных индикаторов. Конечно, мы всегда должны быть на чеку, потому что при любом форс-мажорном событии, если от какого-то банка кто-то выйдет, что-то озвучит, всегда некий сюрприз может произойти. Но в календаре пока еще ничего существенного нет. Решение Банка Англии по процентной ставке без изменений. В известной степени, если мы прочитаем, что они там написали, Банков Ингланд, там есть одно такое интересное изречение, оно редко присутствовало, редко присутствует в решениях Банка Англии за последние два года. Где у нас решение? Вот наши последние решения, что они собираются реинвестировать поступлений от ценных бумаг, которые у них на балансе. То есть вот они готовы инвестировать вот эту маленькую сумму. Надеюсь, это видно здесь, написано, что программу количественного смягчения они сохраняют на предыдущем уровне, то есть нет никакой программы уже. Но они все вот эти поступления собираются реинвестировать. Соответственно, это как будто бы некое очень маленькое количественное смещение. Конечно, эти суммы маленькие, но несколько раз мы видели такие суммы. И это значит, что Банк Англии на первый взгляд не торопится ужесточать монетарную политику. Лично мне так кажется, конечно, я могу тоже совершить ошибку, но в ближайшее время как будто бы нет причин для ужесточения монетарной политики, раз они реинвестировать вот эти поступления. Других индикаторов важных до конца дня нет. Рано утром завтра публикуется разрешение на строительство и индекс активности в строительном секторе по Австралии. Здесь первый по Новой Зеландии, второй по Австралии. Второстепенные индикаторы. Конечно, этот индикатор может, как и сегодняшний, на 20-30-40 пипсов там по австралийцу повлиять при сильном расхождении. Не забываем, что здесь, конечно, вот это расхождение, которое вышло по факту, оно очень сильное. Очень мощный рост, а ожидалось, практически ожидалось снижение. То есть это действительно сильное расхождение. Если здесь уровень по факту вышел на около нуля, или там минус 0,5, плюс 0,5 процента, это практически ничего, тут нет ничего существенного, учитывая, что этот индикатор второстепенный. То же самое и с этим индикатором. Публикуется инфляция по Китаю. Индикатор в красном. Нет сомнений, что он очень важен для всех валют азиатского региона и для, конечно, всех валют тихоокеанского региона, в том числе и для новозеландца, и австралийца. Почему? Потому что мы знаем, что низкая инфляция, замедление быстрых темпов роста ВВП в Китае привели к смягчению монетарной политики в Китае. Они тоже начали смягчать в этом году свою монетарную политику для восстановления экономического роста. Инфляция всегда является ключевым индикатором. Если инфляция будет достаточно слабой, то это спровоцирует, усилит настрой по смягчению монетарной политики в Китае. Таким образом, и азиатские валюты, в том числе и новозеландец, и австралиец, тоже отреагируют на вот этот негатив. Надеюсь, это понятно. Это очень важный индикатор, как минимум в долгосрочной перспективе для вот этих ключевых валют. Уровень безработицы по Швейцарии, второстепенные индикаторы по Германии в настоящее время, имею в виду, они важны для Германии, второстепенные для евро, европейской валюты, промышленное производство, торговый баланс по Германии и по Франции. По моему мнению, завтра практически никаких важных индикаторов по еврозоне нет, но зато обращаем внимание на инфляцию в Швейцарии. Ключевой индикатор, исходя из которого банк Швейцарии строит свою монетарную политику, самый-самый важный индикатор для швейцарца. Для торгующих из вас по швейцарскому франку вы должны учесть действительно очень серьезно вот этот индикатор. Я не вижу других важных индикаторов по Швейцарии, по Европе. Несколько интересных индикаторов по Британии. Промышленное производство. Завтра пятница. Этот индикатор для внутренней торговли очень важен для фунта. Учитывайте этот индикатор. Мы сами знаем, хороший индикатор это хорошо для фунта, плохой плохо для фунта. И, конечно, для всех трейдеров не забываем, что завтра пятница и именно завтра публикуется безработица и все индикаторы из группы рынка труда как и по США, так и по канадскому доллару. То есть, вот именно эти события в основном повлияют на валютный рынок завтра. Вот эти события, вот эти индикаторы являются ключевыми. Чем лучше значение по факту по сравнению с ожиданием, тем лучше для доллара. и наоборот, если значение будет намного ниже, это плохо для доллара. То же самое и с канадским долларом, мы их завтра прокомментируем. Какие у вас вопросы, уважаемые зрители, по макростатистическому календарю? То есть, какие вопросы у вас по макростатистическому календарю? Если вопросов нет, ставим свои плюсики, переходим к графику. Иларионов Виктор пишет, есть, да? Пишите, пожалуйста, давайте, пишите ваши вопросы. Я закрою. Так, читаю ваш вопрос. существенно ли повлияет индикатор по швейцарцу или это в основном на внутридневную торговлю? Вот знаете ли, что... Хорошо, давайте мы перейдем к графикам и рассмотрим швейцарский франк против американского доллара. Надеюсь, вы спрашиваете по поводу швейцарского франка против американского доллара, потому что ситуация против европейской валюты, она немножечко иная. я ее озвучивал давным-давно. То есть, мы знаем этот ключевой уровень. То есть, против американского доллара. Здесь четко и ясно идет восходящее движение, восходящий тренд. То есть, швейцарский франк достаточно слабая валюта уже. и она будет достаточно слабой в 2015 году. Надеюсь, помните, я озвучил вот этот уровень 1.07, то есть, который вполне достижим в 2015 году. Я лично, например, в этом году по этой валютной паре считаю, что уровень 1.07 вполне достижим. Это не значит, что до этого уровня мы дойдем через две недели или через месяц, но в качестве некого такого долгосрочного ориентира нужно его рассматривать. Сильные движения вниз по этой паре практически пока не оправданы. Так что все вот такие более серьезные движения вниз они будут являться коррекциями. То есть, я не ожидаю какого-либо существенного разворота здесь из-за ультрамягкой монетарной политики в Швейцарии. Соответственно, индикатор по инфляции в краткосрочной перспективе может повлиять на швейцарский франк. То есть, всего лишь в краткосрочной перспективе внутри дня Илариона Виктора. Конечно, давайте мы рассмотрим вот эти три сценария. Падающая инфляция, то есть, если инфляция выйдет хуже ожиданий, то здесь будет отрицательное число, значит, у нас действительно идет дефляционный процесс. это просто ухудшит ситуацию по швейцарскому франку. И это не значит, что сразу в течение дня швейцарский франк начнет свое падение. Почему? Потому, что все-таки индикатор по рынку труда в США, который публикуется во второй половине завтрашнего дня, для вот этой валютной пары намного важнее. Соответственно, есть два фактора, которые могут в ближайшее время повлиять на вот эту валютную пару, имея в виду конца недели. Это инфляция по Швейцарии и рынок труда по США. По значимости второй индикатор, то есть американский, намного значимее. Если эти два индикатора будет против швейцарца, то тогда движение вверх может действительно ускориться. Если индикаторы будут разносторонними, уже зависит от того, насколько они отличаются от ожиданий, еще раз подчеркиваю, второй намного важнее первого. Даже если инфляция вдруг по Швейцарии будет очень-очень хорошей, я не думаю, что пара так сильно отреагирует в течение дня на хорошую инфляцию по Швейцарии. Почему? Потому что все-таки трейдеры или инвесторы и все спекулянты дождутся до индикатора по США. И после этого уже на фоне вот этих двух индикаторов будут делать выводы. У нас думаю, что завтра будет достаточно много времени прокомментировать вот эту ситуацию после выхода индикаторов. Надеюсь, в известной степени мой ответ вас полностью удовлетворил. Но вы должны понимать, что в краткосрочной перспективе здесь коррективные движения по любому счету могут происходить. Мы практически очень быстро поднялись выше паритета на две фигуры. Так что никаких сомнений нет, что коррективные движения, которые могут здесь формироваться, они просто на фоне избыточного оптимизма по этой валютной паре, которая у нас на глазах в текущее время. Шулаев Александр, вот первое, что я хочу сказать, я много раз говорил, что вы пишите, какие цифры. Вот знаете ли, я уже практически чуть больше двух лет в России живу и возмущаюсь, как люди, работающие в финансовой сфере, говорят о цифрах. Это числа. Вы должны понимать, что то, что мы видим здесь, это числа, а числа образуются от этих цифр. Пожалуйста, научитесь, хоть правильно, я уже как-то в газетах читаю, смотрю представителей министерства, они даже тоже говорят о цифрах. даже в журналах и в СМИ пишут цифры дня, а там стоят числа. Люди не отличают цифры от чисел и пытаются работать в финансовой сфере. Это действительно смешно. То есть вы имеете ввиду, какие числа могут быть нормальными для рынка труда. И на самом деле я заметил, что это низкая финансовая грамотность как будто только в России. В других странах, где я был, читающий экономические журналы, никто не совершает такие ошибки. То есть я понимаю, что я на русском говорю с ошибками, но отличать цифры от числа это для финансиста просто несерьезно, если вы их не отличаете. Какие числа могут быть хорошими? Давайте посмотрим тогда на эти индикаторы. Значит первое, вот наши гистограмм, это иди перепорт. Давайте перейдем вот наша гистограмма. Мы видим, что за последние несколько месяцев представители ФРС нам давным-давно говорили, что если в среднем в месячном выражении количество новых рабочих мест выше 200 это хорошо. Если выше уровня 225 это тоже хорошо. Соответственно любое число, которое завтра выйдет по факту и будет выше уровня 225 является по моему мнению, конечно я могу совершить ошибку, но мне так кажется является хорошим значением. Чем выше, тем лучше. Учитывая, что вот это очень хорошее число, которое было опубликовано в декабре за месяц ноябрь 321 тысячу новых рабочих мест, это практически некое единичное значение, которое вряд ли так быстро повторится, но если вдруг значение сейчас по факту будет очень хорошее, то никаких сомнений нет, что это повлияет достаточно позитивно на американский доллар. Но как вывод любое число выше уровня 225 по моему мнению является хорошим. Надеюсь вы получили ответ на мой вопрос. Давайте вспомним последние два года, то есть полтора года, когда я проводил вот эти обзоры, мы очень хорошо знаем, что мы всегда рассматривали все компоненты нонфармпейроуза, а именно долгосрочная безработица, краткосрочная, частичная, полная занятость, рост заработной платы и так далее. Вот хорошо, что вы задали этот вопрос. Я сейчас помню, что в минутках было написано, что рост заработной платы составил всего лишь 2% в годовом выражении за третий квартал предыдущего года. А мы знаем, что представители ФРС и на первом месте Джанет Йеллен нам еще в 2014 году в самом начале говорила, что ей бы хотелось, чтобы рост заработной платы в годовом выражении составлял от 3,5% до 5%. А мы практически у нас по факту было всего лишь такое слабое значение роста на уровне 2%. то есть завтра обращаем внимание на количество новых рабочих мест participation rate краткосрочная долгосрочная безработица частичная занятость полная занятость и рост заработной платы. На фоне всех вот этих индикаторов которые образуют в этот индикатор делаем вывод то что мы практически делали последний год последние 18-19 месяцев так что я это не буду повторять каждый может зайти на табличку рассмотреть эти индикаторы и как мы еще раньше говорили увидеть если яблоко реально хорошее или черевевое переходим к графиках начинаем с индекса американского доллара он продолжает свое восходящее движение конечно у меня здесь ничего нового нет по индексу американского доллара вспоминаем что он тестирует вот эти предыдущие вершины вот видно что как будто сейчас в течение сегодняшнего дня он остановился на уровне вот этих предыдущих вершин которые были в четвертом извиняюсь и в пятом году то есть именно вершины которые сформировались в самом начале вот этого долгосрочного канала который практически у нас был на протяжении 12 лет соответственно уважаемые зрители мы говорили рано или поздно здесь рост долларового индекса остановиться и откуда-то будет в ближайший месяц 2 или 3 я говорю так как мы рассматриваем weekly frame будет практически некий не то что разворот а коррективное движение против вот этого роста и рано или поздно долларовый индекс снова протестирует вот эти уровни 90 я пока еще не хочу торопиться и это озвучивать с целью почему потому что мы должны перейти и к европейской валюте вспомнить что 22 января у нас будет заседание европейского центрального банка та плохая инфляция которая вчера вышла давит на единую европейскую валюту нет никаких сомнений что до этого настрой по европейской валюте в основном будет сохраняться негативным уже после заседания цб можно делать выводы в каком направлении в ближайшее время будет идти единая европейская валюта почему потому что если никакого количественного смещения не будет здесь произойдет откат и пара потихонечку откатиться и может дойти до уровня 123 но если действительно здесь они озвучат серьезную программу по количественному смягчению или увеличат вот эти темпы то как ли не смешно выглядело или для кого-то нереально вот те уровни которые я озвучил в начале недели 1067 вполне достижимы практически в ближайший год или два то есть изменилось в ближайший год и в краткосрочной перспективе при запуске вот этого печатного станка до 1.12 может спуститься пара это чисто теоретически надеюсь вы понимаете что эти сценарии сработают только при запуске печатного станка в Европе если этого не будет здесь произойдет откат практически по моему мнению причин для перепроданности до таких уровней европейской валюты не будет поэтому как я сказал выводы по долларовому индексу когда начнется разворот неправильно именно сейчас строить почему потому что долларовый индекс в основном зависит от единой европейской валюты через три недели если запустят печатный станок он может пойти спокойненько еще вверх до 93-4 например если этого не будет вот тогда рано или поздно сформируется вот это коррективное движение фунт тоже практически тестирует предыдущие впадины видно что последняя статистика по Британии не очень положительная и для фунта фунт коррелирует и с европейской валютой австралийский доллар практически сейчас движется в неком таком краткосрочном диапазоне мы говорили что вот это переизбыточный пессимизм по австралийцу на сегодняшний день не оправдан по моему мнению это практически 0.80 является с точки зрения фундамента финальными значениями для дальнейшего снижения австралийца конечно чисто на фоне настроя здесь может произойти более глубокое падение о котором мы говорили раньше и к которому я не хочу подключиться новозеландский доллар движется в канале рано или поздно здесь формируется хорошая возможность для открытия кратко извиняюсь для открытия позиции по нисходящему тренду здесь нет никаких сомнений это может произойти спокойно в ближайшее время если в США выйдет хорошая статистика по рынку труда то есть рынок труда публикуется завтра движение в этом нисходящем канале японская иена ничего нового я даже не знаю здесь ничего не могу добавить понятно что на фоне волатильности при впадинах можно покупать при избыточном росте продавать по канадскому доллару сохраняет свой позитив практически пара вверх видно что канадская статистика не очень сильная учитываем вот эти верхние пороги швейцарский франк практически ничего нового мы его прокомментировали евро швейцарский франк тоже и по золоту как мы вчера обсудили вряд ли этот инструмент оказывается интересным для торговли учитывая что у него уже практически волатильность настолько снизилась что по моему мнению просто сохранят некие сделки бессмысленно не стоит конечно учитываем что при развороте при падении можно подключиться к нисходящему движению которое по большому счету ограничено то есть мелкие заработки можно попытаться уловить и читаю сейчас ваши вопросы мастеркова я заметил что только здесь это меня не радует если честно потому что хочу сказать я увидел что даже в министерстве экономики люди которые в россии работают в министерстве экономики иногда говорят цифры цифра там видишь одни числа это плохой сигнал почему потому что это нам показывает какие люди работают в министерстве экономики то есть неграмотные люди они не могут никак положительно повлиять на страну и это практически печально хорошо вижу что других вопросов нет по поводу пары доллар японской иены смирного вера я ничего не могу добавить по этой валютной паре почему потому что я озвучил свое видение еще в конце ноября в начале декабря мы сказали что крупные участники отсюда ушли мы увидели несколько шорт-сквизов здесь по японской иене рынок уже достаточно тонкий поэтому мы предполагали что здесь увеличится волатильность то что действительно произошло по факту то здесь это как некий в воздухе легкий предмет который если есть ветер поднимается если нет ветра падает надеюсь вы меня понимаете что хочу сказать то есть без какой-либо логики уже пара в неком диапазоне около вот этих уровней движется и по моему мнению здесь просто можно при впадинах покупать когда пара практически поднимается вверх закрывать свои позиции ожидать какого-либо существенного роста по этой валютной паре по моему мнению полностью не оправдано и не если действительно такой рост произойдет он будет краткосрочным он будет практически нестабильным и если вы не сможете спрыгнуть вы можете оказаться в некую ловушку еще раз хочу сказать конечно это мое личное мнение и каждый уже для себя сам делает выводы Амиров Ильгиз спрашивает у меня вопрос если ФРС в ближайшее время начнет увеличивать процентные ставки а ЭЦБ включит печатный аппарат то это может сильно снизить евро да действительно это так поэтому мы следим за всеми событиями Амиров Ильгиз никаких сомнений нет что если в США начнут повышать процентные ставки в этом году то это будет достаточно хорошо для американского доллара и если в Европе включат свой печатный станок в этом году евро как и не смешно выглядело для кого-то может очень сильно снизиться то есть я объяснил что эти уровни 106 107 вполне достижимы я не говорю в этом году они вполне достижимы при запуске печатного станка в Европе то есть если программа количества на смещение в Европе будет достаточно серьезной надеюсь вы меня поняли то есть причин для роста тогда не будет вот этой валютной паре и тогда еще на 10 фигур спокойненько пара может спуститься если они запустят свой печатный станок летом то тогда например через несколько месяцев после этой даты если они запустят свой печатный станок сейчас в январе это произойдет в этом году лично по моему мнению если еврозона европейский союз не сможет восстановить свой экономический рост в ближайший год 2 или 3 и если мы действительно видим что в США будет продолжаться тот мощный экономический рост который у них присутствует сейчас паритет по этой валютной паре до следующего кризиса то есть до формирования следующего кризиса допустим на протяжении 3-4 лет по валютной паре вполне достижим я лично смотрю что с большой долей вероятности паритет будет здесь достижимым при таком сценарии быстряковая Елена вот вы меня спрашиваете уже не серьезные вопросы могли ли вы вы могли бы прокомментировать спекуляцию на тему выхода Греции из еврозоны спасибо большое надеюсь уважаемый зритель понимаете что наш обзор уже закончился то есть это никак не относится к нашим валютным графикам и у меня к вам вопрос где вы территориально живете вот можете ли мне сказать быстрякова Елена где вы живете территориально в России пожалуйста мне скажите где вы живете территориально в России чтобы я смог ответить на ваш вопрос а то есть вы не живете в России хорошо давайте тогда я вас прошу потому что здесь очень много участников какова вероятность чтобы Ленинградская область то есть Санкт-Петербург вышел из рубля учитывая что сейчас рубль обвалился последний год конечно это был мыльный пузырь но он обвалился и практически люди которые живут в Ленинградской области они недовольны из-за падения рубля и допустим они например сейчас будут рассматривать такую возможность выйти из рублевой зоны России сделать свою некую региональную валюту в Ленинградской области или любая там автономная башкирская република тоже отцепится от рубля какова вероятность вот этих спекуляций как вы думаете возможно ли чтобы в ближайший год или два Ленинградская область отделилась от России с точки зрения монетарной политики чтобы ввела свою индивидуальную валюту которая например привязана там к золоту или к евро или к доллару нереально но я уверен что в неких СМИ есть такие всякие раскрутки я даже читал что в 2015 году есть прогнозы что рубль исчезнет что привяжет рубль к неким валютам к корзине товаров или так далее надеюсь понимаете что это не серьезно то же самое и с Грецией если вы читаете некие такие смешные форумы конечно там будут новости что Греция будет и выходить или не выходить как говорил Мария Драги еще давным-давно когда ступали новые страны в еврозоне то есть в еврозону на протяжении последних несколько лет процесс евроинтеграции то есть еврозона это необратимый процесс никаких причин нет и нет никаких возможностей для выхода из еврозоны даже если вы поинтересуетесь чисто юридически у Греции как и у любой страны которая уже вошла в еврозоне нет такой возможности то есть это спекуляции которые практически очень часто появляются в России я не знаю почему видимо им не очень нравится еврозона и конечно всегда в России приятно говорить плохо о Европе многим участникам вот они придумывают всякие такие новости так что пожалуйста не учитывайте их если вы хотите торговать прибыльно на валютном рынке всем огромное спасибо хорошего вечера и до завтра с вами был Веселин Питков Высшая школа трейдинга наверное это надпом крючей нюхи здраво Продолжение следует...